Здравствуйте дорогие телезрители, в эфире программа Закупки 2.0 и с вами ведущий Дмитрий Сытин. А сегодня у нас в гостях Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок «Тендеры.ру». Кирилл, добрый день, спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас много интересных вопросов по нашей с вами отрасли закупок, а начать предлагаю с вашей компании. Чем вы занимаетесь, какие бизнес-сервисы оказываете профессиональному сообществу, может быть всем поставщикам? Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, мы, наверное, те самые невымершие мамонты, потому что начинали еще с самых зарождений систем регламентированных закупок, когда еще только-только строилось то, что стало 305-м указом президента. И, наверное, это наложило определенный отпечаток на нашу деятельность. То есть мы не являемся специализированной организацией в чистом виде. Мы являемся, скорее, таким эксперто-аналитическим центром и берем на себя сложные задачи, творческие задачи. Например, по законодательству о государственных корпоративных закупках мы занимаемся разработкой положения закупок. По госзакупкам мы занимаемся сложными ситуациями, обжалованиями и так далее. А по заказу госорганов ваша роль на рынке? Наша роль на рынке, мы коммерческая структура, то есть мы и какой-то поддержки государства не получаем. К нам обращаются те, кто хочет действительно проработать задачи эффективности, найти решение в сложной, нестандартной ситуации. Это вот наше поле деятельности. А кроме этого, какие сервисы есть у вас, что вы предоставляете рынку? Например, подбор закупок или, например, помощь в разработке документации? Мы эти задачи перекладываем на партнеров. У нас есть хороший пол партнеров, которые занимаются сопровождением поставщиков, которые занимаются услугами спецорганизаций для заказчика. А мы берем на себя именно нестандартные и интересные для нас задачи. Ну и плюс к этому, так традиционно сложилось, можно сказать, мы даже выросли из этого. Мы создали много лет назад форум, интернет-форум, один из первых, но на сегодняшний день, наверное, старейший форум по закупкам. И сложилось очень мощное сообщество специалистов. Поэтому, собственно говоря, наши, ну я не могу сказать, что работают, но задача является его развитие. А вот в чем, ну там, используем же организм, в чем прикол, почему достаточно большое количество, большая доля профессионалов в области закупок свой там рабочий день или большую часть времени проводят на вашем форуме? Что там интересного? Ну, во-первых, сама среда общения, когда у тебя сложный вопрос, и ты можешь неформально попросить совета, причем у всей страны, а не только у хороших своих знакомых. Это, конечно, дорогого стоит. Плюс, так уж сложилось, что мы реализовали механизмы, например, агрегации новостей, когда любой член сообщества может интересную встретившую новость разместить для всех. И поэтому, собственно говоря, являемся, ну, наверное, одним из самых оперативных источников информации об изменениях в сфере закупок. Фактически, вы создали такую коммуникационную площадку, и многие люди, многие профессионалы ее в качестве источника актуальной информации, да, и оперативно используют. Да, да. Системе заказа, госзаказа в России, системе, в принципе, государственных закупок уже более 10 лет, она за это время прошла большой путь трансформации. Вот как вы оцениваете, что удалось сделать из первоначального замысла, а что еще нет? Или уже нет? Ну, еще нет, потому что я не скептик и расцениваю, что ничего совсем упущенного у нас пока в системе не произошло. То, что регламентировали закупки, это хорошо, это правильно. Это уже был большой прорыв, правда, будем справедливы, произошел он до контрактной системы. Контрактная система внесла некоторые элементы революционные, но, к сожалению, тот путь, по которому мы сейчас идем, меня, мягко скажу, настораживает. А почему? Потому что мы подменили эффективность результата, когда мы смотрим, что получил на каких условиях заказчиков, эффективность процедуры. Посмотрите, все штрафы, которые есть, они за нарушение, не размещение в сроке, создание кому-то каких-то формальных препон. А ответственность за результат, она фактически нулевая. А как вы считаете, почему произошло такое смещение в сторону именно процедурного регулирования или контроля? Ну, здесь, во-первых, у нас очень мощная роль антимонопольного органа, который занимается не только задачами классическими для антимонопольного органа, но еще на его плечах регулирование в сфере закупок. Ну, контроль. Корректно. Эти две функции, когда совмещаются, получается очень странная такая деформация. То есть, по большому счету, контроль все-таки должен быть несколько отдельный от защиты конкуренции и задачи, на мой взгляд. И поэтому, собственно говоря, раз контроль, должна быть четкость, должны быть четкие правила, которые можно проверять. И дальше, собственно говоря, дальше эти рельсы. Но, с другой стороны, контролировать можно же по результату, по эффективности. Можно. А сама процедура, ну, может быть, более верхний уровень, что ли, описана, давая, так сказать, возможность маневра. Да, да. Я скажу, что мне попалась очень интересная книжка на днях. Ну, это по военному делу, воспоминания одного из военачальников, где он, в частности, описывает, чем хороший офицер, в его понимании, отличается от плохого. Что хороший офицер говорит, что бойцы нужно взять вон ту высоту. И дальше, если не взяли, тогда уже делаются выводы. А плохой рассказывает, куда одному бойцу пойти, куда второму, ну, а дальше уже как получится. Главное, чтобы бойцы, куда он показал, туда и шли. То есть, у нас менеджмент высокого уровня подменяется рутинным менеджментом низового уровня. Микроменеджментом. Да, да, да. Ну, и, собственно говоря, о чем мы тогда говорим в плане общей итоговой задачи. Хорошо. А вот если вашу аллегорию использовать дальше, вот что такое эффективность? Что такое для нас эта высота, которую нужно взять бойцам из вашего предыдущего примера? Вот как вы оцениваете, что такое эффективность? Это цена, это снижение цены, это что-то другое в госзакупках или закупках госкомпаний? А это зависит от тех задач, которые ставятся на уровне страны руководством, а дальше уже укажем на своем уровне. Потому что, скажем, у нас сейчас большинство специалистов о закупке оценивается их деятельность, это экономия. Сколько ты сэкономил? И, может быть, это в условиях, когда финансовая напряженность в бюджете, это и правильный подход во многом. Дальше уровень это удовлетворение спроса того, для кого ты сделал. Потому что все-таки по-хорошему, и госкомпании к этому уже приходят многие, и коммерческие структуры к этому пришли, что функция закупки это не функция принеси-подай, это не сервисная функция. Это та функция, которая должна развивать для госкомпании бизнес, для государства, соответственно, решать задачи, которые стоят перед государством. Цель является не просто построить здание детского сада или школы, а построить хорошее здание, современное здание. И здесь, в общем-то, закупки могли бы очень неплохой вклад сделать. Но это следующий этап. То есть, качественного контроля результата его не хватает, по сути. Да, и он почти отсутствует. Да, тем более даже квалификационные требования фактически в 44-м отсутствуют. То есть, может прийти поставщик с любым опытом. А это уже другая проблема. Это что у нас есть конкуренция. Настолько эта тема сейчас острая, что я скажу, что мы с коллегой даже книжку по этому поводу написали. Буквально выйдет через, я надеюсь, по пару недель. С уникальной возможности ее представить. Да, эта книга как раз посвящена проблемам неверного толкования конкуренции и рейдерству в закупках, которые являются следствием этих перекосов. Соответственно, у нас конкуренция, в основном понимается, это конкуренция продавцов, перепродавцов. А это помогает нашей экономике, когда нужно развивать производителя. У нас рынок тех, кто, вот даже если послушать, чему учат на семинарах для поставщиков, доводится иногда знакомиться с этими материалами. Учат, как обойти какие-то барьеры и продать государству, неважно что. Я сразу вспоминаю лихие 90-е. Помните анекдот по поводу двух новых русских, когда один другому говорит, нужно вагон варенье? Тот говорит, да, конечно. Миллион рублей. Один пошел искать варенье, второй пошел деньги искать. Возвращаемся к этому же. Кирилл, а вот как вы оцениваете, насколько удобно в системе госзакупок нашей существующей работать тем, кто в ней должен работать, это заказчики и поставщики? Вот она, моя, ну не аллегория, а как я представляю 44-й закон, это такое могучее положение о закупках, которое пытается учесть все нюансы всех заказчиков в нашей стране, всех отраслей. И с учетом того, что выходит огромное количество постоянно корректирующих, уточняющих и так далее законных, подзаконных актов, мне кажется, что это очень сложно. А вот вы как оцениваете? Ну, в этой системе легко работать только консультантом, преподавателем, то есть вот те, кто разъясняет, помогает, потому что действительно такое количество нечетких норм и правил, причем иногда даже проблема не в том, что логически что-то не стыкуется, а просто непонятно, казнить нельзя помиловать, как читать фразу. Они не человеческим языком построены, а огромные объемы не позволяют вот новичку погрузиться и стать нормальным практиком, поэтому тяжело. Для заказчиков еще, к сожалению, ну для поставщиков это тоже есть, технические проблемы, к сожалению, наш главный информационный продукт, единая информационная система, мягко скажем, от идеала далека пока. Я надеюсь, что изменится после того, как изменились, ну в том числе и те, кто ей занимаются, но пока работать в ней очень сложно и главное много дублирующих функций. Заказчики жалуются просто массово, что мы вводим много раз одну и ту же информацию, которая уже в системе есть, зачем это нужно. А с какими еще такими самыми популярными вопросами обращаются к вам клиенты? Ну, помимо чисто технических, очень часто крик души идет, а зачем, зачем я это делаю, зачем я завожу план и план график, который не пользуется, никто, я им не пользуюсь, мои поставщики этим не пользуются, контролер и тот иногда пользуется. То есть, а когда человек делает вещи, которые он не понимает зачем, у любого это вводит состояние, скажем так, далекое от оптимизма и нормальной способности. Тем более, у нас есть специфика то, что, хотя мы проповедуем принцип профессионализма, очень часто на одном стуле сидишь и занимаешься своей основной деятельностью и закупками, ты бухгалтер или замглава врача и при этом ты контрактный управляющий, и получается, что просто не справляются люди. Было бы интересно, наверное, оценить тот объем дополнительных нахладных транзакционных расходов, который возник в связи с этим, и эффективность, эффект, даже пускай в деньгах, которые государственная контрактная система показывает. Ну, видимо, когда-то и кто-то этим займется, а сейчас у меня такой вопрос, стала ли она прозрачной, как вы считаете? Вот ведь одна же из целей была сделать эту систему не только там доступной, общедоступной информацией, а вот прозрачность самих процедур для поставщика прежде всего, не только для контролирующих органов, которые могут запросить нужную информацию. Вопрос в том, что мы понимаем под прозрачностью. Вот с точки зрения объемов информации в открытом доступе, я подозреваю, что никто в мире с нами даже близко не стоит. То, что мы размещаем в ЕИС, на других источниках. Но эта информация при всем своем изобилии настолько структурирована тяжело, что скажу, что сейчас процветают на рынке сервисы-посредники. То есть поставщик не в ЕИС идет искать информацию о закупке, а платит деньги за какой-то тариф посредника, чтобы ему делали подборку закупок, которые по его профилю. Это уже говорит о том, что базовый сервис далек от идеала. Иначе мы не шли за услугой к кому-то. А чувство справедливости по механизму принятия решения у поставщиков появилось в связи с наличием у нас контрактной системы? К сожалению, тоже вопросов очень много. И, наверное, вопросы опять-таки тем, кто управляет и будет управлять контрактной системой. Ну, начну очень издалека. Если скрепки закупают поликлиника в Москве и Владивостоке или Калининграде, почему технические задания и требования у них разные? Сразу возникает вопрос из вопроса. А почему не сделали полу технических требований? Это хотят сделать. Это идея каталога, которая есть, которая, надеюсь, когда-то будет реализована. Отсюда вопросы у поставщиков. Они видят, что их заказчики всеми правдами и неправдами... Скрепки скрепкам рознь. Точно так. И у моего поставщика всегда правильные скрепки. Они более крепко держат и более красивые. И вот поэтому отсюда и недоверие, когда мы сталкиваемся с тем, что заказчик проводит кого-то... Но что самое интересное, заказчик очень часто проводит этого кого-то не за деньги. Коррупция, конечно, есть. Размеры ее впечатляют. Но очень часто ты проводишь поставщика, которого, ты знаешь, тебя не подведет. Вот это, по-моему, одна из проблем, которые есть для заказчика. Мне не нужно получить 2 миллиона рублей штрафов и пенни. Мне нужно построить объект 1 сентября. Кирилл, большое спасибо. Сейчас мы прервемся на несколько минут, а позже продолжим. Дорогие телезрители, у нас рекламная пауза. Дорогие телезрители, мы продолжаем программу «Закупки 2.0». С вами ведущий Дмитрий Сытин. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок «Тендеры.ру». Кирилл, мы закончили до перерыва на теме прозрачности закупок, связанный с этим вопрос о снижении, скажем так, коррупции. Как вы считаете, эта цель хотя бы частично была достигнута? Некоторые шаги бесспорно мы сделали, но по моим оценкам очень-очень маленькие. Так что до даже не то, что победы, а до прорыва линии фронта еще очень далеко. Но процедура же настолько уже зарегламентирована, прозрачная, и энное количество контролей над ней, что очень сложно, мне кажется, как-то внутри процедуры коррупционную составляющую. Чем сложнее система, тем проще как раз-таки в ней искать обходные пути. У нас много специалистов, которые проторили себе очень оригинальные дорожки. Как вы считаете, можно ли все-таки избавиться от процедурного регулирования и перейти к какому-то другому регулированию, не знаю, по эффективности, например? Иначе мы же так и продолжим, такое ощущение, что это такой бесконечный бег, с учетом еще изменений в экономике, изменений в понимании, цифровизации, опять же, попозже об этом поговорим. Вот можно ли не процедурно регулировать эту область? Не то, что можно, а нужно. И даже я обращусь к истории, когда законопроект о контрактной системе еще назывался, законопроект на федеральной контрактной системе, постулировалась определенная свобода для заказчика, контроль за результат и свобода выбора, и способы выбора поставщика, ну и масса других инструментов. То есть, давай мы будем смотреть за результатом, а не за процессом. Это было. Но потом немножечко акценты сместились, никто не мешает вернуться, может быть, не в полной мере к тому, что было изначально, но к той идее. А как вы считаете, если, ну сейчас процедурой организации, проведением процедуры закупки занимается заказчик, а заказчики у нас они разновеликие. Если, например, ну на уровне субъектов, предположим, выделить такие центры снабжения, которые вот профессионально занимаются снабжением, а заказчик там, он лечит людей, например, а не несколько людей у больницы занимаются закупками. Вот это правильнее бы это все было построено? Идея хорошая, и она на самом деле в многих регионах реализуется, пробуют это сделать через уполномоченные органы, уполномоченные учреждения. Скажу, что вот довольно много приходится по стране ездить, и слышу претензии к уполномоченным органам. Основных две. Первое, это то, что заявки на результаты закупки достаточно медленно исполняются, и второе, что они искажаются. То есть, если построить нормально работающие такие центры закупок, система будет работать, и те же самые американцы нам примером. У них есть администрация общих услуг, которая, по сути дела, всей рутиной свои федеральные ведомства снабжает. Это решаемая задача. Ну и в Корее, похоже, система построена. И в Корее хорошая система тоже есть. И каждый стал бы заниматься своим. Да, да, это, кстати, принцип профессионализма. Кто-то лечить, кто-то учить, а кто-то закупать. Как вы считаете, те поправки к 44-му закону и к 223-му, которые уже третий год, наверное, мы все обсуждаем, и сейчас они находятся в Госдуме ко второму чтению. Как вы оцениваете их? Что там хорошо, что плохо, что своевременно, а что, наверное, еще недопроработано? Ну, мне кажется, тот самый случай, когда слон, которого стоил бы есть по частям. В этом большом пакете есть и много очень хороших идей. Возьмем те же самые идеи по электронизации. Многие из них хороши. Но за счет того, что их собрали воедино, вот эти штрихи, они не позволяют всем заинтересованным сказать да. Ну, я просто приведу пример с теми же самыми электронными закупками. Довелось быть недавно в славном городе Северо-Огнесейске, это Красноярский край. И за два дня пребывания в нем я ни разу с мобильного телефона не смог войти в интернет. Просто чисто технически там не удавалось это сделать. Да, конечно, местные, там и заказчики, просто местные жители используют, и линии связи выделены. Но это говорит о том, что у нас в стране есть чисто техническая проблема с инфраструктурой. И тогда о какой тотальной электронизации мы можем говорить. Значит, должно быть исключение. Мы в основном идем по электронному пути с ЭМ-базу. Но как исключение заказчики, которые не могут найти пул поставщиков, например, продвинутых, должны иметь возможность с ним работать. И это касается, возвращаясь к вопросу, и многих других идей. Идея сама по себе не плоха, плоха ее реализация, детали. Хочется как раз обсудить несколько поправок, которые спорные и дискутировали на эту тему уже неоднократно. Например, это проведение операции по управлению денежным обеспечением через спецсчета поставщиков в банках. На эту тему какие у вас мысли, если это правильно, неправильно, приведет это к усложнению, к увеличению нагрузки и затрат на поставщика? Или все-таки это такая позитивная вещь? Ну, как у экземпири было про звезды. Если зажигает, кому-то нужно. Вопрос в том, можно ли от этой идеи получить максимум отдачи. В чем суть, скажем, того же самого банковского, казначейского сопровождения? Это контроль за использованием средств, чтобы не было ни целевого, не было увода денег. Здесь, конечно, такая прозрачность и подконтрольность со стороны банка, это момент позитивный. С другой стороны, деньги, которые просто замораживаются, они не работают. Поэтому логично, чтобы они не просто лежали мертвым грузом полтора-два месяца, а может и больше, а были в деле. И едва ли, например, то, что там государство через казначейство их сможет в дело пристроить. Здесь роль коммерческих банков, наверное, есть. Вопрос только, как они будут получать доступ к этому пулу ресурсов. Кто-то получит адресные будут работать конкретно с площадкой, либо будет какой-то отбор их. Вот, пожалуйста, на этом уже примере мы видим, что идея правильная, но столько вариаций есть решать от правильного до бессмысленного. А с точки зрения перевода, например, закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства от госкомпаний на, по сути, правила 44-го федерального закона, как вы считаете, это позитивно скажется на рынке поставщиков субъектов МСП? Это еще больше упростит доступ? Или все-таки мы можем получить какой-то обратный эффект? Ну вот, так как тема 223-го закона для меня одна из любимейших, я скажу, что, наблюдая по личному опыту, что очень у многих крупных компаний есть средние компании, явно не аффилированные. У средних – малые. То есть, говорить о том, что это какая-то очень конкурентная среда, можно очень условно. Это раз. И второе, любой директивный путь всегда сопряжен с большими потерями. И в этом плане приведу пример, по-моему, из немецкой практики, который мне очень понравился. Там, ну это в госзакупках, но тем не менее идея хорошая, есть такой механизм. Если при проведении того же самого конкурса участник закупки обязуется привлечь на соисполнение малый бизнес, то пропорционально проценту привлечения он получает дополнительный балл при оценке. Он не обязан это делать. Но если он считает, что надо шансы увеличить, он пойдет по этому пути. Таким образом, он стимулируется на поддержку, а не заставляется. Любая профанация, любые такие правила, они тут же технически будут исполняться, и конкуренция это не поможет. То есть мотивация в данном случае это более правильный подход. Считаю, что да. А с точки зрения рынка электронных торговых площадок, должна быть на этом рынке конкуренция, или должен быть подход к нему как к инфраструктурному элементу, грубо говоря, регулирование. Вот определить там, столько-то достаточно, и потом их регулировать, контролировать и так далее. Или это все-таки конкурентный рынок, и опять же мотивация и стимулирование. Ну, я бы, честно говоря, да, да, я согласен, но я все-таки бы сделал черное и белое. Много есть серых вариантов, но вот есть один полюс, это давайте сделаем одну государственную площадку. Ну, например. Да, на базе ЕИС, еще что-то. Но опыт показывает, что, к сожалению, государство с информационной системой справляется не с самым лучшим образом. Тот же самый ЕИС это показывает. Поэтому идеи, может быть, и разумны, но скорее на уровне теории. Другой полюс, давайте у нас будут конкурентные площадки, они будут конкурировать, будут предлагать новые сервисы, новые условия, потому что приходится бороться за клиента. Но в этом случае как бы не допустить вахханалия, потому что сейчас уже заказчик подвезет в АФЗ, я уж статистику так на вскидку не скажу, но, наверное, полторы сотни площадок используют больше. Ну, 170 последний цифр. Да, 170. Ну, вот-вот. Понятно, что многие из этих площадок, мягко скажем, работают с большими рисками и по информации, и вообще по вмешательству в процессе. А значит, давайте мы установим требования площадкой, которые будут контролироваться, проведем их отбор, сделаем этот отбор регулярным, всегда есть возможность попасть в этот пол, и тогда, в общем-то, мы сразу всех за это убьем. Путем естественного отбора отобрать лучших. Да, да, вполне возможно. Вполне возможный вариант. Ставить какие-то пороги, давайте у нас будет 6, 7, 15 площадок, я думаю, смысла нет. Но пороги по квалификации, по ресурсам и по прохождению требований, скажем, технического аудита и так далее, да, это полобразовало. Устойчивый тренд в государстве, начиная там с питерского, наверное, форума, установился в сторону цифровой экономики, цифровизации. Как вы понимаете это понятие, и что такое цифровизация в закупках, по вашему мнению? Ну, тема новых технологий, она вообще замечательная, интересная. Сейчас, по-моему, только ленивый не говорит про блокчейн и так далее. Очень популярный. Блокчейн это что? Это, по сути дела, механизм, когда общество доверяет друг другу. То есть, по сути дела, мы убираем центр, которому все доверяют, и доверяем друг другу. Это если упрощать идею. Вопрос, а нам это нужно? Это раз. Вторая тема. Любая электронизация стоит денег. Мне довелось столкнуться с очень любопытным примером, когда в одной крупной компании создали систему электронных мелких закупок на мелкий объем. Они сделали нечто вроде своей площадки. Ну и получается итог, если независимо посмотреть потом. Некую сумму, к примеру, 5 миллионов заплатили за программный продукт. 2-3 миллиона платят ежегодно за поддержку развития обновления. И экономия от мелких закупок у них 1,5 миллиона. И за что боролись, собственно говоря? То есть, любая действия имеет цену. Вот как здесь? Большой вопрос. А что такое цифровые закупки или цифровизация закупок? Как вы это понимаете вообще? Ну, если абстрагироваться от целесообразности. Ну, понятно, что это скорее речь об информационной стороне закупок. Когда у нас весь общение, весь диалог происходит в электронной форме. И юридически значимый у нас в электронной форме. Это правильно, это хорошо. Мы сразу уходим от множества махинаций с конвертами заявок. То есть, чисто как инструмент мы получаем хороший продвинутый инструмент. А искусственный интеллект в закупках? Мы скоро дойдем до такого нечеловеческого механизма принятия решений? Прогнозы оптимистов, которые я слышал, это где-то в пределах лет 10 уже это может быть. И действительно, в общем-то, поле для искусственного интеллекта, те же самые рутинные стандартные операции по стандартным задачам, это вполне приемлемо. А вот творческие задачи здесь, наверное, без человека обойтись еще не скоро удастся. Какова перспектива, каково будущее, каков тренд в дальнейшем развитии контрактной системы и таких около государственных закупок, закупок госкомпаний? Я подозреваю, что самостоятельным трендом сейчас назвать сложно. Все будет очень сильно зависеть от того, какая линия у нас будет вообще у государства. Поэтому, какая команда будет в следующий и президентский срок управлять страной, кто войдет в нее, какие у нее будут видения. Собственно говоря, мы можем очень неожиданные перемены получить от того, что сейчас имеем. Именно за счет того, что новые люди, новые взгляды, они будут реализовываться. Текущий тренд, то, что происходит, в целом не нравится. Новый регулятор, мы слышим от его руководителей здравые идеи, правильные предложения. Дорога, в общем, неплохая. Но вот насчет радикальных перемен, я еще надеюсь, что они произойдут. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. В эфире была программа «Закупки 2.0», а в гостях у нас был Кирилл Кузнецов. Вел программу Дмитрий Сытин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова